Здравствуйте! Все поместились? Да. Еще раз добрый день, коллеги. Я хотел сегодня, пусть в таком, может быть, немножко ускоренном режиме, но все-таки мне хочется подготовить и подписать достаточно большой системный документ по развитию города Назарова. Понятно, что обоснованием аргументации серьезного дополнительного бюджетного финансирования разных социальных и коммунальных сфер для меня могут быть только потребности экономики, что экономика дороги есть, экономика развивается, экономика нуждается в молодых специалистах, кадрах которых не хватает, для этого нужны более качественные все социальные и инфраструктурные услуги. Тут логика простая. Так как край огромный, у нас везде инфраструктура там требует улучшения, понятно, что где-то мне это очень непросто обосновать, потому что у нас настолько неравномерное развитие экономики, где-то у нас есть территории с перегруженным производственно-экономическим потенциалом, с очень большим налоговым потенциалом, мне трудно там найти аргументы, там, ну как это, проход на Северо-Венесельский район, 50 тонн золота отдал, вы представляете сейчас сколько на золото рентабельность, то есть, конечно, там приходится там учитывать там инфраструктуру и то и то, или вот Матигин, это сейчас был на прошлой неделе, Матигинский район, в Назарово было 14, да, миллиардов у меня столовка, 15-15 миллиардов, ну а там 30, крохотный район, там 15 тысяч населения, и тоже там рентная экономика, там понятно, если у вас 15 миллиардные волокки, там налог на прибыль не такой большой, потому что обрабатывающее производство, обычное производство, здесь нет такой заметной рентабельности, там рентное производство, там прибыль выскакивает, ее никуда не спрячешь, не денешь, поэтому там достаточно большие налоговые отчисления идут, но здесь промышленное производство потенциала очень серьезное, разнообразное, растущий, потому что, может быть, не все производства, я у вас посещал, видел, но то, что я видел, все имеет большой потенциал развития, там нет таких предприятий, которые затухают, как-то так и градируют, есть, есть жизнеобеспечивающие производства, есть напольмодефицитные, там производство, где в стране не хватает этих мощностей, есть предприятия, вложив в которые немного, можно получить очень большой эффект, поэтому производственная сфера есть, вызывающие мощности, есть большой потенциал развития строительной, ремонтной всей инфраструктуры, базы, потому что и производственная сфера требует, вот, мы сейчас вот на ходу лучше вошли, говорили, все-таки каждый год, только грязь миллиард рублей, все-таки смонтировать оборудование, да, там, получить начать денег оборудования и заводского составления, но все равно монтаж, общестроительная работа, достаточно серьезная загрузка. Мы намерены очень серьезно увеличить соревнования на ремонт социальных объектов, ремонт дорог, это все будет увеличение в разы, не на проценты, а в разы. Поэтому, вот я сегодня уже там с медициной занимался, сейчас вот с образованием, и, конечно, хотел почувствовать и ваши проблемы, ваши предложения, как сделать так, чтобы производственный промышленный потенциал укреплялся, какие здесь есть ограничения, сдерживающие факторы, ну, такого системного характера, ну, где там мир переустроить, как у нас некоторые философы там любят, а именно принять нужные решения, скорректировать в чем-то программы господдержки, чтобы производственная сфера чувствовала себя лучше. Исходя из стратегической простой задачи. Население Назарово должно не теряться, а расти. Молодые поколения Назаровцы должны оставаться для себя, кто должен приезжать, и должен быть растущим. Он очень хороший в географическом месте расположен, где достаточно развитие транспортные коммуникации. У нас такой край, что пределы мечтаний для многих районов обычная дорога, нужно говоря, железной дороги, там, доступности. В Кемеровской области рядом, выход на юг рядом, концентрация населения нетипичная для нашего края, здесь все-таки все более-менее концентрировано, доступно. Вот такая задача. Понятно, что время мне не так много дают сегодня, я не в состоянии тут что-то сильно раздвинуть, поскольку должен успеть на 7-часовой там самолет и завтра в Москве там где-то поработать. и поэтому что-то, может быть, что мы не успеем, но я попрошу руководителей города, там, что-то, кто не успеет, какую-то проблему обозначить, дополнить, систематизировать. Я включу это в перечень поручения в Кемеровской области. Вопросы? Готов молодых специалистов принимать фирмы фиксирована с прошлыми днями образования не хочу дочь. Потряс себе вакансию, тогда почему жилье не строим? Продолжение следует...